Ребята, всем привет! Сегодня мы продолжим конструировать очень маленький турбореактивный двигатель. Вот он изображен на чертеже. Самые сложные детали изготовлены. Это вот эти вот и турбинки. Теперь нужно токарить всякую мелочевку, сверлить очень много отверстий в камерах сгорания, варить все это дело. Мне уже привезли полный баллон аргона, так что варить есть чем. А в этом видеоролике займемся подшипниковым узлом. Нужно сделать туннель. Покажу на примере большого двигателя, как он выглядит. Вот сюда вставляется подшипник. Точно так же, как и здесь. Ну а туннель его закрывает. Вот этот размер должен быть очень точным, чтобы подшипник после закручивания внутри не болтался. И чтобы не было ступеньки. Вот здесь, по-моему, она есть. Надо немножко доработать. Чертеж я в свое время очень быстренько набросал. И до сих пор следую тому, что здесь изображено. Измеряю фланец, чтобы понимать, какой выбрать пруток. Прутка на 30 миллиметров будет достаточно. Интересно, а есть ли у меня такой? Есть пруток из D16T. Этот материал я точно знаю. И есть еще вот такая вот гигантская болванка. По-моему, я ее находил на металлоломе. И она тоже весьма неплохого качества. Один из способов проверки твердости. Беру одну болванку и углом ударяю об угол другой. То есть, получается, воздействую одинаковой площадью и смотрю, что получается. Делаю вот так. Если, допустим, одна промялась, другая не промялась, мы понимаем, что одна гораздо тверже, чем другая. Ну вот в данном случае промялись обе болванки. Вот здесь промятость небольшая. И здесь также есть небольшая промятость. На большом станке нарезаем заготовки. Точение туннеля непростая задача. За одну установку его не сделать. Поэтому придется работать с оправками. Но для начала нужно снять основной слой металла. Очень часто в алюминии бывают напряжения. Поэтому, чтобы сделать точно, я сначала грубо снимаю весь металл. И внутри, и снаружи. А потом уже допиливаю аккуратно, начисто. Так получается точнее. Потому что бывает, когда сразу начисто сделаешь и начинаешь грубую обработку остальных поверхностей. Но потом можно заметить, что точные размеры уже имеют биение. А точить их больше некуда. И это очень печально, ребята. Да, если вам понравилось, то все. Подписывайтесь на улицу. Вот пока! Подписывайтесь на мой канал! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Субтитры создавал DimaTorzok Отрезаем детальку. Вот что получилось. Деталь еще не готова, но уже красивая. И очень плотно подходит. Очень плотно сидит на подшипнике. Хочу оправку, чтобы насаживать туннели под последующие операции. Именно с помощью оправок можно сделать точно второе отверстие под подшипник. Только так. Подгонка очень точная должна быть. На холодную я ее буду заклинивать, а на горячую снимать. Так как алюминий сильнее расширяется при нагреве. И должно будет сниматься. Итак, вставляю. Крайне плотно заходит. И здесь я ее вот так заклиниваю, потому что там есть небольшой клин. Все, провернуться она не должна, если сильно не гусарствовать. И потихонечку расточу под подшипник. Очень хорошим острым резцом. Также там будет туннель под пружину, которая будет надавливать на подшипник и распирать его. Именно так делается высокоскоростной подшипниковый узел. Подточил, вот так отлично будет. Пробуем снимать просто так. Провернулась, но не снимается. А вот так... Все будет гораздо проще. Итак, ребята, что же мы имеем на данный момент? Все туннели успешно выточены. И соответственно свежая партия новых деталей практически готова. Вот эти две детали нужно теперь соединять болтиками. Видите, насколько высокая точность? Все туннели в небольшом натяге находятся. То есть они вот так на подшипник садятся. И не выпадают. Можно взять любой. То есть вот все они разъединяются и соединяются. И не выпадают. Любой, абсолютно любой можно взять. Кроме вот этого. Этот разъединяется. Здесь есть зазор. Здесь я немного все это дело не учитывал. Делал гораздо раньше вот это вот все. Можно параллельно начинать и им заниматься. Пришла недостающая деталь, которую я не хотел делать. Но на этих маленьких придется делать такие детали. Надо как-то осваивать технологию. Просто чтобы сделать такой вал, желательно иметь шлифовальный станок. Желательно его колить и потом шлифовать уже начисто. Также здесь левые резьбы. Я еще понятия не имею, где я буду их брать. Может быть у меня есть какие-то. Когда я под них выточу вал. Потому что вал я могу с любыми резьбами сделать. А вот гаечки точить что-то не хотелось бы таким малюсеньким резьбом. Там внутри вытачивает резьбу. Хотелось бы обычным метчиком левым нарезать. Здесь с двух сторон левые резьбы. В маленьком двигателе будет точно такой же вал устанавливаться. Только маленький. Видите, какой посредине большой диаметр? Я так понял, это чтобы уменьшить резонансное явление и чтобы дольше жили подшипники. Как я понял, он и с тонким валом будет работать, но не особо долго. Вот такие вот дела, ребята. А еще я подобрал целую кучу пружин. Они нужны для подпора подшипников. Сюда это не подходит, потому что это под крупный подшипник. Там правда есть уже одна. Еще колечко внутрь надо вытачивать. Еще нужно очень-очень-очень много всего вытачивать. На вот эту работу по изготовлению туннелей у меня ушло полтора дня. Нужно было подготовить болванки. Нужно было все просчитать, рассчитать. Придумать, как это лучше всего сделать. Оно давно все придумано. Но именно сами размеры. Саму вот эту вот длину основную. Внутренний туннель под пружины и прочее, прочее, прочее. Все это нужно было обмозговать. Но вроде бы все нормально получилось. Прежде чем делать вал, нужно покопошиться в коробке с метчиками и поискать подходящий с левой резьбой. Если конечно таковые имеются. Печаль, тоска. Нет ни одного метчика с левой резьбой. Не то что нужного размера. Вообще никакого. Придется как-то выкручиваться. Есть вот такой валик. У него как раз таки левая резьба. Он под маленькую крыльчатку. Правда она у меня в одном экземпляре. И здесь диаметр вала другой, чем у второй крыльчатки. В общем у меня разносортится здесь кругом. Но тем не менее, с него можно сделать метчик. И по крайней мере под одну гаечку, под вот такую, уже что-то будет. Ну и либо в алюминии можно будет им нарезать, делать кок. В остальном я даже и не знаю. Возможно придется нарезать резцом. Что касается обратной стороны. Там, где будут турбинки стоять, там нарежу резьбу М5 левую резцом. Ну а гайки буду тоже как-то пытаться точить резцом вытачивать. В общем такой план Барбаросса, друзья. Покопавшись в железках, удачно нашел калибры. То есть это пара левой резьбы диаметром как раз 5 миллиметров. Буду использовать гаечку и вал как калибры при производстве деталей. Здесь резьба очень качественная, хорошая. Потому что это тоже с турбинки. Я здесь извращался немножко, срезал часть турбины. Думал с этим что-то сделать. Ну вот так вот на этом дело и остановилось. Но маслает бодренько тем не менее. Вообще вот эти вещи все маслают жестко. Ребята, чудеса происходят на канале. Хотел попробовать железку. Получится или не получится с нее выточить вал. Лежала калиброванная нержавейка. Пруток 12 миллиметров. Решил попробовать точнуть с нее вал ради эксперимента. И так меня это дело затянуло, что я его в общем-то изготовил в качестве. Хорошо обрабатывается очень. Довольно таки твердая. Я думаю обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы делать из нее валы. Вот такой вот красавчик получился. Видите, какая плотность посадки. Опять же ничего не спадает, не слетает. Чтобы снять вот эти подшипники, вообще нужно постараться. Даже не знаю получится или нет. О, получилось. Так, ну и турбина. Нарезал резьбу левую под стандартную гайку. Тоже ничего не спадает, ребята. Все нормально. Так что по крайней мере в этом плане все будет хорошо. Вал получился не кривой, хороший. Делал по спецтехнологии. В следующем видеоролике я скорее всего покажу, как буду делать. В этом уже все, времени нет. Ребята ждут новостей по микро реактивному двигателю, поэтому нужно дать их в сравнении с валом, выполненным в заводских условиях. И плюс это на огромный двигатель. У него тяга в 8 раз больше примерно. Все это выглядит вот так. Здесь у меня немножко несимметрично получилось. Вот здесь больше будет лучше отводить тепло от турбины. Здесь турбина располагается. Я уже все компоненты собирал и пробовал раскручивать на вибрации. Особых вибраций было не замечено. Хотя турбину я до конца еще не отбалансировал. Давайте сейчас соберем и я вам покажу, как это все выглядит в сборе. Теперь можно сразу же зарядить вал. До конца трудно его вставить. Вот уже можно раскручивать. Следом идет туннель. Пружину пока не буду внутрь ставить, потому что нет специальной распорной втулки. Подшипник мы поставим. Выбег вала. Чисто вал вращается. Потихоньку движок преобразуется. Ставим крыльчатку компрессора. К сожалению, резьбу я не смог нарезать, которая здесь должна быть 0,5 шаг. Нарезал 0,6. Это минимальное, что возможно у меня на ТВ. На данный момент придется резать гайки. Ну а здесь нормально получилось. Резьба то, что надо под стандартную гаечку. Вот что теперь представляет из себя микро реактивный двигатель. Уже что-то есть как минимум. Подшипниковый узел это очень-очень сложный узел. Все должно отлично вращаться. Никаких перекосов не должно быть. Легко и плавно. Если даже ртом подуть, то оно вращается. Ну а компрессором естественно вообще жестко. Вибрации не ощущается. Хотя мой балансировочный станок на турбине вибрации видит. Но эта крыльчатка должна быть на заводе сбалансирована. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Кому не приходят оповещения, Бейте в колокол. Всех благодарю за внимание и всем пока!